Спебжай, спебжай, швинья, швина, пердолин, пердолин, кричали школьники, когда играли в CSGO своим друзьям-полякам. И я даже не понимал, что они там или матерятся, или наоборот их хвалят. И именно в этот момент Катя попросила меня пока не звонить грабителю, чтобы тот не пришёл и не грабил фитнес-клуб кенгуру. Она попросила дать нам ещё один день, чтобы мы попытались сами с ним разобраться. Учитывая то, что нас занесли в чёрный список и нам нужно было как-то проникнуть в этот фитнес-клуб, мы решили напялить на себя костюм Человека-паука и зёбры. Вдруг они нас не узнают и пустят. И реально так произошло. Они сказали то, что вход с зёбрами Человеком-пауком всегда открыт. Ну, как бы странные люди. Ладно. Мы походили по этому фитнес-клубу, удивились, насколько там всё дорого и богато, и Катя придумала один план. Как можно подставить тренера? ПАААА! Она вышвырнула меня в окно, и я упал на землю. Слава богу, то, что там высота была всего лишь 2 метра. И она, знаете, что сказала? То, что, ой, какие у вас хрупкие окна, мой молодой человек, упал со второго этажа. Я не знаю, что Кате пришло в голову, когда она это сделала, но всё же тренер даже здесь смог выкрутиться. Он заплатил Кате 10 тысяч лишь для того, чтобы она заткнулась и больше не кричала на всю улицу. В итоге даже здесь мы не смогли их подставить. А потом я решил придумать свой план, после того, как вспомнил то, что в моём компьютерном клубе «Игровые яйца» до сих пор сидят дети, а у каждого из этих пацанов была рогатка с камнями. Вот я и решил устроить им небольшой конкурс. Кто больше окон разобьёт в фитнес-клубе, тот и самый большой молодец. Кто же разбил больше всего окон, узнаешь в этой серии. Мне интересно, сколько окон-то они там уже разбили, а? А вон, смотри, прям при входе всё распегачено. При входе на втором этаже вроде сломали вот здесь, а вот две сломали. Это гениальная идея с помощью детей. Я надеюсь, что они нас не выдадут, а то, что это мы их немножко так заставили. Так, конечно, они же глупенькие. Пссс, всё, хорош. На базу, на базу возвращаемся. Ой-ой-ой, смотри, охранник, 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 охранник спрячься. Иди сюда спрячься, спрячься. Дядя, охранник, иди в пипуку. Нет, это ты их научил, что ли? По поводу пипуки, ну, скорее всего, да, это я. Ну, да, это ты. О, охранник пипуку достался. Дядь, дети, все сюда! Дядь, дети, все, все, все! Ну, домой, домой, домой. Иди сюда, Вовочка, иди сюда, иди сюда, иди сюда, все, все, молодцы, 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 короче, хвастайтесь, кто из нас больше окон разбил, кто, кто молодец, кто, кто бутылочку водички заслужил, мне кажется, Мишаня, Мишаня, держи бутылочку водички, пей, за здоровье, молодец, ладно, ущерб мы им нанесли рублей так на, на тысячу, да, они сейчас поставят новые окна и дальше продолжат, эээ, свой бизнес, вот этот, кенгуру. Предлагай еще идеи, как их можно развлечь. Как их можно развлечь, дети, как вас можно развлечь? Что хотите делать? Че это такое? Ты че наделал, собака блондинская? Это что за хулиганье? Эй, Мишаня, а, ну-ка иди сюда, ты че наделал, а? Ну-ка иди сюда быстро! Ты, иди сюда, ты потерялась. Да хватит, хватит на мелкого орать, ты посмотри, он в первую очередь как бы мне сделал крутой байк красного цвета, прям под мой костюм, а во вторую, дети, у вас у всех есть баллончики с краской? У Вовочки даже два. Ага. У меня такой вопрос вообще, откуда у вас рогатки, баллончики? Слушай, ну они реально местные хулиганы, у вас банда какая-то? Школьники 666, да, наверное, банда называется? Мама Эдик, я у тебя хулиган. Я не мама Эдик, я папа Эдик. Я не папа твой, я вообще не мама твоя и не папа твоя. Ладно, дети, вы прям большие молодцы. Мишаня, ты тоже доставай свой красный. Школьники 69. Ну тоже хорошее название банды. Так, дети, баллончики в руки и все за мной, и ты, Катя, тоже за мной. Ты что задумал? Ну у нас будет новый челлендж, новый конкурс. Короче, дети, мы с вас выяснили, кто лучше всего стреляет, а сейчас мы выясним, кто лучше всех рисует. Баллончики в руки, у вас есть две минуты, я знаю, что ты художник, две минуты, чтобы пойти и разукрасить этот фитнес-клуб. Как только можете, можете пипики, сисики рисовать, ку-куки, му-муки, все, что только в голову придет. Вы же хулиганы 69, да, банда? Кто банда 69? Заключите, я банда 69. Руки в зубы, зубы в... баллончики в зубы и побежали. Быстро, быстро, быстро. Иди сюда, Катя. Сейчас мы две минутки здесь посидим, подождем, пока шкаты здесь все разрисуют, и пойдем. Я вот ставлю 150 рублей на то, что Вовочка нарисовал лучшую картину. Вот прям то, что он прирожденный художник, художник. Да, да Вовочка вообще какой-то командир банды, поэтому вообще... Думаешь, Вовочка командир банды? Конечно, давай пошли посм... Ой-ой-ой... Школники 69, скука голубая. Скука голубая. Я найду на вас управу, хулиганите, значит. Так, дети, мне кажется, можно потихонечку разворачиваться. Давайте, все за мной, все за мной. Все, давайте сюда, сюда, сюда. Управу. Валим. Валим. Дети, детвора, валим! Это не к нам, это... Руки на пол, жопу вверх! Какая жопа вверх? Эй-эй-эй-эй! Это не мы, до свидания. Катя, подойди, пожалуйста, сюда. А я тебе говорила, а я говорила. Вы имеете право молчать, мы и так как бы молчим. Быстро сели в машину и отвезём вас в обезьянник. Это что, дети, как же так, как вам не стыдно. Это не наше, это не наше. Это всё дети, быстро. Так, Катюх, чё-то наш как-то план пошёл вообще не по плану. План не по плану. Мы вообще-то зёбра и человек-паук. Мы не понимаем. Мы пошли спать. Спокойной ночи. Мишаня! Мишаня, тебе по заднице давно не давали, что ли? Ладно, Катюх, мне кажется, мы реально доигрались. Ладно, обезьянник так обезьянник. Первый человек-паук, который попал в обезьянник. И зёбра тоже. Что ж. Приплыли. А чё он за паза-то там ответил потом, а? Ха-ха-ха, рассказывай. Ха-ха. Ну я тебе говорю, ты чё, Наташка, куропатка? Я тебе говорю, давай иди чуни вот этот трубопровод. Ты видишь, как там прорвало вот эту? Давай чуни, а? Не, не будешь чунить. Слушай, ты, если не будешь выполнять наши условия, мы такие, как ты на предыдущей зоне, срокотаны мы заставляли. Вот, так что давай, иди чуни. Да-да, вот сейчас все. Бавариха Баланду пронесёт, чур нам всё первыми, ясно? Потому что мы тут главные, понятно? И чефирчика заворгайте, пожалуйста, если там кто-то на вот этой столовке отвечает, если там главный, конечно, и... За что загремели? Мы за что загремели? Да. Расскажи, расскажи. О таком, конечно, не рассказывают, нам было дело. Четыре трупа. Минус два банка ограбили. Два банка. И после этого всего ещё свалили на Мальдивы, короче. Купили себе там яхту. А потом вот эти... Вот черти в погонах, черти в погонах. Нашли нас, короче, и загремели сюда вместе с вами. Ну ладно. Эй, ты мне смотри, Наташка, тут не это... На меня не ругайся, то я тебе первую в почку засуну. А там он в угол забился, чё, сидишь, а ну-ка сюда подошёл. Ты кто? Ты кто по масти будешь? Эй. Ты смотри... Ты чё, шкет, вообще как бы зубы потерял? Сейчас хочешь. А ну давай, стань сюда. Стань сюда. А ну стал давай. Подошёл. 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 Подошёл сюда. Подошёл сюда, я сказала. Сказал. Он вообще... Он не реагирует. Он вообще какой-то контуженный прям, наверное. За что загремел? Чё? Мент пришёл, мент пришёл. Начальник, господин майор. Здравствуйте, здравствуйте. Нашлись тут тюремные авторитеты? Ха! А чё? Ну, есть немножко. Это... В роль... В роль просто сильно вжились. Вы чё здесь растрепались? Вы тут два часа сидите? Какой криминал? Блин, реально мы... Чё мы это самое? Чё-то я не знаю даже. Ну... Ну... Мы... Мы немножко просто решили тут покрышевать. Разговаривай нормально, пожалуйста. Контору решили вашу тут покрышевать немножко. Вот. А этот вообще шкет подозрительный. Он сто процентов кого-то загрохал. Наверное, жену свою, да? Эй! Ты! Чё за телега, а? Дашь покататься. Ты в балке там. Ха! Ты чё, если ты реально припёрлся на вот эту колымагу? Ты тележку с пятёрочки староты взяла? Ха! Ой! О! В смысле? В смысле выходите уже? Всё-всё. О! Это мы? Мы выход... Ха-ха-ха! Вашары! Ну, реально, Тонышка, давайте до конца жизни там... Ма-матушке повестку отправьте, скажите там, как здорово, всё хорошо, давайте чё, бомбинам! Я алибидерчи! Алибидерчи! Всё, до свидания, начальник! А вы тут чё расселись? Бери свою тележку и ты, бомжиха, выметайтесь отсюда. Ага. А, то есть вы их отпускаете или кого вы от... А, или мы вместе с ними, ну пойдём. А, ну пошли. Ещё раз мне попадёте, загремите на 15 суток. А, начальник, даже не переживайте, мы не попадёмся больше в этой жизни. Всё, давай, Катю... В смысле стоять? Так, за мной идите. Нет, в смысле. Так, они, походу, не... Так, вы нас отпускаете или нет? Они, походу, не нас отпустили, а вот эту бомжиху, Танечку, Наташку или как её там зовут, Танечка. Садитесь. Ладно, Катюк, давай, присаживай свою задницу туда на стол. Присаживай. Садись, садись. Ваши имена. Карандашов Юрий Лампович. Виктория Бздонская Лепетрична. Леп... Лепез... Лепездовская. Неважно. Настоящее имя? Это моё настоящее имя! А, я у меня... Хорошо, вы меня раскусили. Питер Паркер. Питер Паркер меня зовут. А, настоящее имя! Настоящие. Зёбра. Зёбра. А я-то думал, что вы просто как наши псевдонимы, а так я... Питер Паркер. Питер Паркер. А я зёбра, я просто зёбра. Ну, просто зёбра. Ну, по мнению, видно то, что я Питер Паркер. А почему вы в костюме Человека-паука и зёбры? Ну, потому что я Питер Паркер. Потому что он Человек-паук, а я зёбра. А она зёбра! Так, признайтесь, вы ночью разбивали окна и разрисовали стену в новом фитнес-клубе Кенгуру. А мы? Нет! Нет, у зёбры копыты она вообще как бы там не умеет ничего рисовать. Я? Нет, это же вы испортили чужое имущество. Да я вам клянусь своей паутиной. Это не я был. И в принципе, нет. Мы аниматоры. Видите? Мы устраиваем детские праздники. Приходим детям, читаем стишочки. Вот, Кать, помнишь, какой мы стишочек Вовочке зачитали? Да, да. У Вовочки день рождения. Вот праздник там он. Стол подарим, вот это, да. На вас поступило заявление. От кого? Ааа, вот оно что. И кто это, интересно, накатал на нас заявление? Ааа, даже не знаю, кто это мог быть. Кто на Человека-паука мог накатать заявление? Там, я не знаю, Танос или там Альтрон? Или кто ещё? Кто мог? Я вот тоже не знаю. Мы ничего не делали. Разве что я пару раз мир спас. Ага, ну не хотите признаваться? Тогда сейчас. Эм, может, пока не поздно в окно куда-нибудь. Вот, в окно, давай быстрее. Кать, сзади тебя полицейский. Проходите, молодые люди. Ага. Они же нас не знают. Они не знают, кто мы, они не знают. Как-как там? Здравствуйте. 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 Это снова вы? А мы не ожидали вас умения. Вам знакомы эти люди? Ты нормально прочитай. Вам знакомы эти люди? Впервые я хочу... Да, 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 это зебра и спидермен. Мы их вчера спалили. Это они. В смысле мы что-то сделали вам? Не знаю. Плохое зло какое-то мы вам сделали. Это они вчера разбивали стукла и нагали в нашей фитнес-клубе. Пардон. Мы не гадили ни в каком фитнес-клубе. Я чистокровная зебра. Я гажу только в специальных заведениях. Я вообще паук. Я вообще не гажу. То есть вы подтверждаете, что эти подозреваемые являются преступниками? Какими преступниками? Какими преступниками? В смысле значит? Думаю, мы... Да, а вы что? В карцере их! Какой карцер? Не-не-не. Иди сюда. Пошли крышеватели всей зоны. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да куда ты побежала, Дуримонда? Я сзади тебя. Сейчас подождите, у меня просто зебра, она немножко в детстве упала там с горы и повредила. Катя, я сзади тебя! Подойди ко мне, пожалуйста! Где ты? Я понимаю то, что я человек паук, но я незаметный. Но это как-то... Это как-то уже слишком незаметный. Живо в камеру! А вот волыну доставать не надо, пошло... Полицейский? Ну это уже... Или пуля в лоб. Ля, вы посмотрите, какие нынче вот стражи порядка. Пошли, пошли, Катя, пошли. Было приятно познакомиться. Очень неприятно познакомиться. Очень неприятно. И то есть вы хотите... И вы сейчас сюда нас обратно засадите? Так мы ничего не сдел... Ладно, пошли, Катя. Заходи, заходи. Вот мы вернулись. Чур, это моя кровать. Ладно, это моя кровать. Мне кажется, мы здесь надолго. На суток 15 точно. Да, мне кажется, блин, может быть нас просто сейчас попугают. Там денечек посидим, мы здесь и всё. Может быть. Ну что, да кукарекались? Всю оставшуюся жизнь тут проведёте. Папа, какой она всю жизнь? Она нас тут денёчек подержит, чисто для профилактики. Мы тут отдохнём, да домой поедем, понятно вам, да? Чё не будет, а площадь, это не мы, да это даже не мы. Было приятно очень познакомиться с вами. Всё, идите на... Да, зато какой закон, да, уже по сливке. Тут хорошо работают менты эти сраные. Чёрти в погонах, говорят, поле в лоб, поле в лоб. Начальник, пройдёмте сюда. Чё, чё, чё они там? Я не знаю, чё они там задумывали. Чё, подожди, подожди, иди сюда, подожди. Чё они там кукарекают, я не могу понять. Слушай, мне кажется, у этого тренера вообще крыша такая, что просто пипец. И полиция над ним, и всё, и железнодорож... Какие железнодорожники? Дорожные работы над ним. Всё, всё под него, всё под себя, под меня. Всё под ним, он над полицией, полиция под ним, он под полицией. Я не знаю, какие у них там ролевые игры, но он под всеми, и все под ним. И походу... Ой, запалили. Мы просто... Он только что ему выбросил 10 тысяч. Он только что ему 2 купюры по 5 тысяч выбросил. Или меня... У тебя есть камера, у тебя есть камера, записывай. Какая камера у меня... Откуда у спайдермена камера? Да? Мы вас слушаем. Добрый день. Так, ну, попытка убийства, большая кража, порча имуществ. У вас там всё в голове хорошо сложилось. Пазлы там нет. Перед ними ты уже можешь нормально разговаривать, тренер уже ушёл. Да, да. Какая попытка убийства, разрешите, пожалуйста, поинтересоваться? Вы... У вас вообще доказательства есть? А можно авокадо мне, пожалуйста, сюда? И я больше без него говорить не собираюсь. Ну, посидите 2 годика, супергерои недоделанные. Вот осознай. Два года? Сколько ты сейчас сказал, Крендель, в погонах? Ты сказал 2 года или ты 2 дня имел в виду? У вас чё, камеры пустуют, что ли, или чё? Могу и 5 лет дать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok